Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал на пару! Сегодня у нас Даня, а значит будет интересный ролик! Изначально я хотела заснять, на что потратить школьник энную сумму денег, но я решила, что деньги надо заработать. Мне кажется, каждый из нас мечтал о том, чтобы за хорошие оценки родители давали им деньги. И вот сегодня Даня будет отвечать на вопросы, и за правильный ответ он будет получать деньги. Правила такие. У нас будет по 5 вопросов от Алины, 5 от меня. За каждый правильный ответ с первой попытки получает. 2 тысячи, и если отвечает неправильно, у него будет второй шанс, и тогда он уже заработает косарь. То есть максимум 20 тысяч, минимум 0. И поэтому он и сидит переживает, потому что мы ему сказали, что вопросы непростые и не все школьные. У меня точно. У меня нет ни одного школьного вопроса. У меня парочку есть, но все равно они больше общенаправлены на восприятие мира. И как только этот ролик наберет 20 тысяч лайков, вы увидите продолжение, где мы уже снимем магазины. Пойдем и он купит все, что захочет на деньги, если хоть что-то выиграет. Или на что потратит школьник тысячу рублей? Тысячу рублей. И у Дани есть одна подсказка. То есть если вопрос дает Максим, то он может у меня попросить помощь. Или наоборот. И она не знает, какие вопросы придумала я, и я не знаю, какие она придумала. Ты в себе веришь? Ты готов? Я думаю, это будет самый жесткий троллинг, потому что я, наверное, максимум там тысячу отобью и пойду в кифсе. Ты на кифсе заработаешь уже хорошо. Давай, Алин. Это, кстати, чтобы вы понимали, Алина, не на деньги, не я. Спрос весьма странно необычный. Кто старше, ты или ВКонтакте? В каком году был создан ВКонтакт, и кто старше, ты или ВКонтакте? Тебе надо просто сказать, кто старше, ты или ВКонтакте. Скажем с тобой, с какого года ты рождения? Я 2005 года рождения. Так, ВКонтакте, когда был? Я знаю только что у Ютуба в 2005 году день рождения. 14 февраля, день влюбленных. Про ВКонтакте, я думаю, он был создан позже, где-то в 2007, 2008. То есть, твой ответ, кто старше, ты или ВКонтакте? Я старше, чем ВКонтакте. Правильный ответ. Опа! ВКонтакте был создан в 2006 году. А я, кстати, поздно в нем зарегистрировался, где-то в 9, 10. Я в 7. Не, я долго не регистрировался и говорил, что это за сеть для даунов. Ты молодец! Заслуженные 2000 отправляются в Бангдане. Держи, будешь держать их. Хорошо. Так, на KFC-шку на пару дней есть. Ну, давай. Все еще вопросы от Максима, давай. Я не буду такие легкие вопросы задавать. Что это? Мой вопрос простой, первый такой разминочный. Назови 5 любых штатов в Америке. Опа! Сейчас. Я не знаю, ну... Любые! Нет, ну подожди, давай. Нью-Йорк, это же штат? Нет, 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 нет. Ой, дурак. Что ты знаешь об Америке? Мама, прости. Там их столько много, бро. 50. Кстати, у меня есть тоже вопрос про Америку. 50? Ну, сколько звездных флаги? Получается, это... Нет, это вопрос. Техас, нет? Техас, да. Да, есть Техас. Вашингтон, ну это город, ну... Нет, штат есть такой. Ну, значит, Колорадо. Да, штат Колорадо, это салф-парк. И еще давай по фильмам. Еще два, давай. Я не знаю, как эта река называлась? Река? Не-не-не, Гудзон. Не-не-не, да-да-да. Гудзон есть. Гудзон есть река в Америке, все правильно, только штата такого нет. Я не знаю. Где пустыня, как называется? Ну, нет, я не знаю. Ну, смотри, ты назвал три, еще два сможешь? Я думаю, нет. В Лос-Анджелесе находится, в Лос-Анджелесе, а-а-а, ну, все. Флорида, Флорида, нет? Да, есть. Что ты подсказываешь своим братам? Хотя твои деньги мне не жалко, на слову. Я не знаю, Калифорния, это вряд ли или штат? Это штат. Ну, я не знаю, мне, наверное, именно Алина помогла. Ну, с помощью Алины, ладно. Да, с натяжкой, честно. На честно, сам сказал. Молодец. Я про Аризону имела в виду, где жастыня. А у меня только Техас в голове, почему-то. Комбои, да? Так, следующую 2000 в твою копилку. Ну, ладно. Кто совершил первое круглосветное путешествие? Я его забыл. Вспоминай. Корабль назывался, как девушек-мки Максима были. Что ты опять подсказываешь? Да не в корабле там. В корабле он мало поможет. Да все время подсказывают брату. Да я не помню именно, как зовут его. Варианты есть какие-то хотя бы? Варианты нет. Нет вариантов? У меня почему-то только колон. Ну, это не он, это вообще абсурд. Я сдаюсь. Это Магеллан. На корабле Виктория. Я не знал. Так что поможешь бы Максиму, он не очень бы помогал. Хорошо, что ты и не воспользовался. Я тоже не знал. Именно вот этот Магеллан в пролив или в заливе, ты помнишь? Так что, Дань, тебя настроят, чтобы не позорить маму и нашу семью. Ну, маму, Максим. Ты не переживаешь. Мой вопрос. Мне вообще как-то... Максиму он тоже не знал, так что позорить свою маму. Ну, ей все равно, поверь, знаю ли я это или нет. Она к этому спокойно относится. Так, мой вопрос. Знаешь, когда ты вбиваешь сайт, ты вбиваешь www. Что это значит? Можешь по-русски сказать, тоже зачту. Можно по-английски. Ты по-английски же знаешь. Есть догадки? Ну, не знаю, почему-то вы говорите world. Да, тихо. Ты вообще молчишь. Потом идет веб-паутина. Близко. Веб это третье слово. Второе слово какое? Ты правильно. World, веб, а посередине между ними еще одно слово. Ну, логично, что на W. Я уже готов зачесть тебе тысячу рублей. То есть, потому что два из трех ты слов назвал. Третье давай. World, в конце, веб, а посередине. Разнообразный, wireless. Я не знаю, как это. Не, ну, не wireless. Это точно прилагательный получается, да? Да. Который обозначает, типа, разнообразие? Ну, что-то вроде того, да. Ты близок. Were, нет. Нет. Какие слова английские? Я даже не знаю. Слова еще на W, знаешь, что ты прилагательные? Сдаешь? Давай, у тебя 10 секунд. 10, 9, 8. Все сдаешься? Ну, да, наверное. Wide. World Wide Web. Всемирное. World Wide переводится как всемирное. А мне почему-то... А веб-паутина, всемирная паутина. А я сначала подумала, типа... Я не знала. Всемирная белая паутина. Ну, ладно. Ле, не wide, а wide. Я понял. Что, тысячу рублей? Тысячу рублей. Заслужил. Два из трех. Сейчас я никогда не задумывала, что это значит. Для меня самое было открытие. Что World я догадывалась. Потому что как бы логично, что всемирное. А дальше... World это мир, а всемирное это World Wide. Да, понятно. Он как раз wide, он не смог сказать. По итогу четырех вопросов. У Дани столько денег? А, пять тысяч рублей. Ну, неплохо. Ты что такой грустный? Фыдно. А про Магеллана я совсем забыла про него. Вот и думаю, еще и потеют тут явно. Не стрессуй, не стрессуй. Держись. Ты меня чуть не утрешила на глаз. Готов? Да. Следующий вопрос. Назови имя трех богатырей. Илья Муромец, потом Алеша Попович и Добрыня Никитич. Нифига себе. Молодец. Ну это... Я ж не знал. Ну я парочку не знал. Всех трех, наверное, так быстро. А если помнишь, мы с тобой в детстве все время смотрели мультфильм. Ты его очень любил. Парантере. Мы все время просто включили. Да, про назад, кстати, он шел. Ну что, заслужено две тысячи. Ну это вопрос. А еще есть партия «Три богатыря». Кто нарисовал ее, знаешь? Не, ну я знаю, как она выглядит, но я не помню, кто ее нарисовал. Сейчас школьники сидят. Вот бы мне тоже. Ну типа, знаешь, на сестру такую старше. Почему ты не Витимир? Ну блин. Так, нет. Я буду задавать более сложные вопросы. Давай. В какой стране был придуман футбол? А почему-то сначала в голову Италия, потом Греции. Нет, смотри. Твой... Мне нужны варианты. Ты же не можешь перечислить все страны и скажу «А, да, ты угадал». У тебя первая попытка, помнишь? Первая попытка. Две тысячи рублей, если не угадал, то в второй попытке тысячи. Первая попытка, давай. Сначала, наверное, Англия. Ты же сказал Италия. Англия. Ты же сказал Италия только что. Что за фигня? А, Италия. Англия. Да, да. Я правильно ответил. А я серьезно? Мне больше нравится, он такой, ну мне сразу в голову приходит Италия. Какой у меня этот ответ? Англия. А я просто какой-то мем вспомнил. Типа, где сначала родился футбол, а потом, типа, где он развивался, это Бразилия, и где он умер, это Россия. Ну что ты. Следующие две тысячи в твою копилку, молодец. Он неплохо на мои вопросы отвечает, я думал, я сложный приготовил. Давай, что-то мощное, а то мы ему все деньги отдадим. Какое событие произошло в 1380 году? Кто-то родился. Кто-то умер. Ну, известно события в истории России. 1380 год. Сколько уже лет прошло? Да много лет с тех пор прошло. Почему-то тоже крутится в голове. Можешь Максима просить помощи? Нет, не стоит, не рискуй. Не трать свою подсказку на меня. Что в это время происходило в России? Какой период, что это? Варианты какие-то у тебя есть в голове? Нет. Ну, Фанни, ну это и не смута, это и не идет, потому что она была намного позже. Да, до смуты что было? Какой у тебя подсказок ты запарила вообще? Давайте, 10 секунд. Давай. 10. Я сдаюсь. Ну, Фанни, хотя бы один вариант какой-то назови. Создание печатной машины. Нет. В это время что было на Руси? Монголо, татарская лига. Так оно же закончено. Да, Куликовская битва, которая произошла в 1380 году. А, я знал, конечно. Да, я знал. Надо было у него брать подсказку. Не надо было. Да, конечно, знал. Я думала, оно намного раньше было, я уже совсем не помню. Я в школу. Вот так быстро забываются знания, которые мы проходим в школе. Причем он это проходил недавно. А если нас спросить, мы уже закончили школу очень давно. Я не понял. В очередной раз повторюсь, не знаю, зачем мне это знать. Вот, ну, я не против, но зачем мне знать, когда была Куликовская битва? Зачем? Что мне это дает в жизни? Вот, как мне это поможет сдать экзамен? Э, ладно. Экзамен тебе поможет. Ладно, как мне это поможет устроиться на работу, заработать больше денег, стать спортивнее, поправить свое здоровье, отдохнуть. Никак. Хорошо, тогда вопрос от тебя, который поможет тебе сделать все это. Да, легко. Какой курс доллара сегодня? Максимально близко. Ой, я знаю, что там евро где-то 75. Это поможет, знание доллара хоть как-то поможет, самообразование и все дела. Самое близкое, это мы считаем там, допустим, плюс 2, ну там. Нет, плюс доллар и минус доллар, то есть от твоего ответа. Ну он же меняется. Да, то есть у тебя запас в 2 доллара получается. Доллар больше дешевле, евро, да, уже. 68, 67, ну 68. 68. Он меньше, у тебя есть вторая попытка. Ты не попала в диапазон. Ну, я думаю, я почему-то, я думаю, это 65, потому что я в принципе-то не ухожу из того диапазона. Ну, 62, 63 вообще-то, да? 63. Да. Ну, получается, вошел. Нижняя граница, ну, 65. Нет, плюс, плюс, минус, да. У тебя было 60, когда ты называешь 65, у тебя 64 до 66. А, я понял. Получается, ты назвал 65, он 63, поэтому у тебя был диапазон 64 до 66. Но все равно близко, это молодец. Близко, но ноль, ноль. Ну да, я соглашусь. Ну хоть представление о том, какой курс у него есть, уже рано. Ну 68 многовато, если бы сейчас 68, сколько у вас партнерки слова. Не, одно время-то не был такой курс. Был, был. Хорошо, следующий вопрос от меня. Кстати, это первый ноль. А, еще у тебя был. Давай, красава, завалили. Ну что, последний раунд вопросов. Какого айфона не было? Какой модели айфона? Девятого не было. И еще какого? А, одиннадцатого. Девятого не было, потому что сразу же они решили выпустить Икс как юбилей. Да, они пропустили девятую модель. А второй? Хорошо. А второй одиннадцатый нет. Ну как бы он стал Икс С. Так, какой вот из линейки один, допустим, до восьми не было, ты знаешь? До восьми я знаю. Был третий, я знаю. Первый айфон как назывался? Первый айфон, ну, был третий, был четвертый, был. Правильно. Все это было дальше по списку до восьмого. Хорошо, а внизу до, там, может. Не, вообще-то не ответил правильно. Второго не было, первого не было. Первый был. Первый был, ну, значит, второго не было. Короче, я вам объясню ситуацию. Алина придумала вопрос про второй айфон, потому что, по сути, его не было. То есть, был айфон, потом сразу айфон 3G и четвертый пошел. Но Даня выкрутился, потому что он прав, еще и девятого не было. Так что он ответил правильно и от две тысячи. Да. Я на его стороне. Все еще. Я полностью согласна. Нет, конечно, не, молодец, правильно, правильно. Слушай, ты практически все деньги забрал, там осталось до копейки. Но последний вопрос. Сколько сейчас, вот на момент записи ролика, на канале на пару подписчиков, у тебя есть шанс, типа, в пять тысяч ошибиться? 328. Вот кто истинный, мои фанаты, подписчики. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы стало 330 поскорее. Даня, ты получаешь еще двушечку. Сколько у тебя получилось? Давай. Пересчитаю. Теперь урок математики. У тебя 14. Я посчитал 20 минус 6. Все правильно. В общем, в следующем ролике Даня будет это тратить, все, поэтому оставляйте лайки, чтобы это случилось поскорее. Ты знаешь, что примерно хочешь купить? Есть ли такие мысли? Я собираюсь себе, наверное, купить что-то связанное. Ну, по-моему. Короче, мы это зацензурили, чтобы вы не услышали спойлеры. И дальше по спуску. Ну, вот, давайте подписываться, ставьте лайки, ну и, конечно, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока! Привет! Привет!